Здравствуйте, тунеяды! Действующую ныне коррупцию, но и помочь снизить тягу к ней со стороны только недавно назначенных чиновников. Что пишет Романчук в своих пунктах? Что он конкретно предлагает? Его 20 пунктов. Первый пункт. Предоставление всем структурам государственной власти на своих сайтах в открытом доступе ежедневного посттатейного отчета о доходах и расходах. Второй пункт. Обеспечение полной прозрачности финансовых потоков всех органов государственного управления и предприятий с долей государства более 50%. Тоже очень хороший пункт, но мы знаем. Откуда ветер дует? Проблема в первую очередь в том, что государство просто не захочет этого делать. Диктаторский режим не заинтересован в какой-либо прозрачности. Третий пункт. Реализация права общественного контроля всех контрактов и договоров органов государственного управления с государственными или частными предприятиями. Тут даже без комментариев. Введение запрета на предоставление прямой бюджетной поддержки коммерческим организациям вне зависимости от формы собственности. Это тоже. Мы знаем и любят у нас такое делать. Своим друзьям помощь там оказывать из бюджета и так далее. Введение запрета всем государственным служащим на совмещение административной деятельности в рамках органов госуправления с коммерческой деятельностью органов госуправления. Очень важно. Выборность судей и прокуроров. Ну это просто да. Как раз это настоящий бич для Беларуси. У нас они и назначаются, к сожалению. Определение временных параметров пребывания судей и прокуроров на должности. Монетизация социальных услуг судьями и прокурорами. Ужесточение уголовной ответственности государственных служащих за давление на суд и прокуратуру, а также за злоупотребление властью и мошенничество при распределении бюджетных ресурсов. Ну тут на самом деле давление со стороны власти, оно инициируется прямо-таки самим, самим руководителем. Они, может быть, и рады были не осуществлять давление, но когда солнцеликий скажет, куда же ты тут денешься. Введение запрета на трудоустройство в органах государственного управления на 10 лет в случае установления восстановленным законом порядки участия в коррупционных сделках за грубое нарушение процедуры использования государственных средств злоупотребления служебным полномочиям. То есть у нас сейчас, мы знаем, прошли дела, когда чиновника, которого судили за взятку в Солигорске, и ему грозило 8 лет тюрьмы, не только оправдали, но и назначили на управляющую должность. То есть просто в другом месте. Очень важная, кстати, статья. Девятый пункт. Четкое регламентирование бесплатного использования государственными служащими, в том числе высшими должностными лицами государственных активов, имущества и недвижимости. Да, это у нас тоже такое дело, у меня серьезная проблема с этим. На халяву живут чиновники всякие, да и расходуют просто нецелевым образом. Ликвидация практики бесплатного пользования государственными служащими и политиками автомобилей. Ну, я бы еще сюда добавил самолетами, и чем они там еще пользуются. Короче, всем. Введение запрета всем политикам в местных и республиканских органах власти, государственным служащим, принимать подарки стоимостью выше 20 долларов США, получать скидки, бонусы и другие формы привилегированного доступа к товарам. Да, кстати, очень хорошая статья, это необходимо ввести, а то не только взятки деньгами, у нас, как известно, белорусские чиновники еще, видимо, в 17 веке некоторые живут и берут взятки товаром, каким-то сырьем, бушниной, воском и прочими такими ништяками, да, извините. Это уже не знают, что там надо, что там не надо. Все надо максимально упростить. Тринадцатый пункт. Тринадцатый пункт. Но это да, очевидно. Тут частично это уже сделано, то есть проблема не в том, что у нас нет такого закона, а в том, что он не соблюдается. Вот 34 статья Конституции Республики Беларусь. Все граждане имеют право на получение свободного доступа к сведениям, касающимся государственного регулирования, на получение информации о деятельности государства, о состоянии окружающей среды и так далее, и так далее, и так далее. Но тут дело скорее в том, что государство не заинтересовано в этом и не дает людям это делать так. Ликвидация практики нормирования поступления в бюджет от штрафов, конфискаций и национализации. Ну это вообще просто жопа, это называется рейдерство, государственное рейдерство, его необходимо правильно ликвидировать. Тут Романчук сказал все четко. 18. Ликвидация практики доведения до коммерческих организаций целевых показателей производства, инвестирования, торговли. Это в 21 веке, да. У нас что, командноплановая экономика, социализм или что у нас тут вообще такое? Это то есть государство, и частным каким-то бизнесменам говорит, вы должны поставить вот столько этого, вы должны там продать вот столько вот этого, чтобы вот там взять столько-то людей конкретно. Идиот. 19. Перевод административных процедур в электронный формат, получение разрешения лицензии, справок и т.д. Полноценное развитие электронного правительства и говермента. У нас пытаются уже как бы что-то сделать. То есть в электронной форме уже можно в налоговую, в горосполком, по-моему, в администрацию президента тоже что-то уже отправлять. Тут идет, уже процесс идет. 20. Введение правовой нормы, проведение всех аукционов, тендеров и торгов при обязательной их трансляции в режиме онлайн через веб-камеры. Предоставление полной информации о коммерческих структурах, которые выигрывают тендеры, аукционы и торги по осуществлению государственных закупок или размещения государственного заказа. Очень важный пункт действительно нужно сделать, но тут опять вопрос упирается в государство и в чиновников. Им это невыгодно. Не нужно им это? Зачем? Лучше в тени, когда никто не знает, когда нет никакой конкуренции, когда можно им на лапу взять, чтобы кто-то выиграл. Тарканы любят тень, вот что тут можно сказать. Поэтому это обязательно надо сделать. Что ж, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Дальше будет только интереснее. Будут новые обзоры, видео и, конечно, стримы. Смотрите наш стрим-канал Серый Код Стримы, на котором выходит самая свежая информация онлайн и общайтесь с нами через группу в Телеграме и в Дискорде. Все ссылки в описании. И да, не забывайте про донат. Субтитры сделал DimaTorzok